Играй гитар, рабочий мой, я эту жизнь люблю. Они держатся на сцене уверенно и непринужденно. Так, что сразу и не поймешь, кто здесь со слабым слухом, зрением или даже с ДЦП. Анна Беннер, в свои 11, уже лауреат первой степени международного конкурса. Несколько раз в неделю после уроков занимается пением и не только. Занимаюсь танцами, песнями, гимнастикой. Не боишься большой зал, когда на тебя смотрят? Нет, мне не нравится. Я сама никогда об этом даже не мечтала. Я думала, да ну, где там нам петь. А когда они вышли и Деду Морозу спели песенку, у меня потекли слезы. И говорю, этот момент я буду помнить всегда. Фольклорный ансамбль «Маленькую Аню» пять лет назад привела руководитель Александра Хорошилова. А потом пришли еще пятеро ребят с ограниченными возможностями. Теперь в Суббатее инклюзивный коллектив. Их каждому найден свой подход. Абсолютно тяжело. Ты просто вкладываешь душу, любишь этих деток. И идет обратно к тебе, возвращается добро, позитив. И одна девочка у нас абсолютно не разговаривала. И затем запела, потом заговорила. Вот у нас такие ребята есть. Эти ребята, как говорят педагоги, тянутся за своими сверстниками. В коллективе они быстрее адаптируются к жизни и к обществу. А здоровые дети, в свою очередь, учатся терпимости и заботе. Сцена же и вовсе не делает исключений. К сожалению, только проводя такие мероприятия в городе и области, дети могут уходить на сцену. Потому что в профессиональных коллективах, как правило, таких деток нет. И педагоги стремятся к каким-то более высоким результатам. А вот в таких фестивалях дети проявляют свое творчество. И могут выражаться посредством пения, танцев. Так что без заряда положительных эмоций не ушел никто. Благодарность каждому ребенку вручили грамоты. А некоторых ждет теперь выступление и на областном фестивале. Не смотри, не смотри по сторонам, оставайся такой, как есть. Елена Тимонова, Алексей Савинков. Новости 24.